Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходность с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол.Т.Жизнь, и это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, сегодня у нас 30-й уже выпуск, юбилейный, и у нас сегодня старт 7-го сезона. Итак, под прошлым видеороликом я вас просил набрать 40 лайков, и тогда у нас будет, если я не ошибаюсь, уже пятая неделя карьеры за игрока. Вы не собрали, там даже близко к этому числу не было, потому что в прошлый раз, когда мы с вами собирались делать карьеру за игрока, неделю карьеры за игрока, я попросил набрать 35 лайков. Вы даже это переосилили и набрали 40 лайков, поэтому здесь все от вас зависит. Давайте, если вы реально хотите, я даю вам вторую попытку. Если мы под этим видеороликом набираем 40 лайков, я обязательно запущу пятую неделю карьеры за игрока. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить, кто еще не видел, на моем канале вышел ролик «Правдивый пенальти» пятый выпуск с легендарным для меня футболистом Александром Яркиным. Обязательно посмотрите этот ролик по ссылке в описании этого ролика и надеюсь на вашу поддержку. Ну а мы начинаем. Итак, как я и сказал, сегодня мы немножечко так еще и завершаем шестой сезон, хотя финал был в прошлом выпуске. Но именно переход в следующий сезон мы делаем именно сейчас. Комментарий вообще практически там никаких сильных и не было по поводу карьеры за игрока, поэтому я принимаю свое решение. Я остаюсь в PSG еще на один сезон. Попытка, чтобы выиграть Кубок Франции и постараться Лигу Чемпионов. За этот сезон мы с вами отыграли 47 матчей. Средняя оценка 7,1. Это выше, чем наша средняя оценка по карьере. Забили 30 мячей, 124-й гол у нас в карьере и отдали 17 голевых передач. Это 72-я голевая передача у нас в карьере. Вот такие вот у нас статы, кому интересно. Что по позициям? Мы практически все с вами в центре поля уже даже сделали. Теперь у нас только обороняющиеся остались позиции. Скоро мы их, естественно, с вами прокачаем. Ну а мы переходим. Давайте глянем на то, как мы отыграли вот этот сезон. На ваших экранах 50 матчей, 34 гола, 17 голевых передач. На самом деле неплохо. По такой же вот статистике можем посмотреть полтора сезона в Локомотиве. Здесь 49 матчей. Но практически в два раза мы больше забили голов и практически в четыре раза больше отдали голевых, нежели чем за Лока. Но не суть. Все, мы заканчиваем наш шестой сезон. Команды, вот видите, у нас Сентидиен и Генгам появляются теперь в нашей лиге. Манпелеи и Амьен вылетают. Вот мы начинаем сезон 26-27. А у нас еще и чемпионат мира. Итак, интересно будет посмотреть на то, как мы теперь отыграем на чемпионате мира. Впервые для нас этот турнир. Мы в чемпионате Европы. Я даже сейчас не припомню, до какой. Ну, в 1-8 мы что ли вылетели? От сборной Италии вроде как в 1-8. Либо это был четвертьфинал. Но сейчас у нас чемпионат мира. Мы все абсолютно забываем. И у нас первый же матч против португальцев. Крещан Роналдо будет, скорее всего, играть. Итак, сегодня мы с вами стартуем в старте. Как нам сказал главный тренер Португалия против России. Давайте глянем на состав. Да, Роналдо. Здесь даже Джетсон Мартинш вроде так. Нет, Джетсон Фернандеш вроде так. Вот этот парень с капитанской повязкой. Из Тоттенхэма, Бенфики, там все такое. Ну, состав у них очень классный на самом деле. Хоть у нас и голкипер лучше, но все равно. Может быть, Крещану сейчас засандалит какой-нибудь Галешник. Либо тот же Лиао из Милана. Так что мы готовы. Португалия, Россия. Поехали. Итак, Селтик футбол клаб стадио. Можно так, Селтик парк. Мы в Шотландии с вами. Так, ну и бежать. О, ну замечательно. Против меня какой-то так. Поборолись. И удар. И это гол на 94-й уже минуте. Я просто забиваю и вывожу. Это очень важно. Три очка, я надеюсь, буду сейчас. Отлично. Я уже думаю, что все. Не точно вот эта вот передача. Но замечательно. Мы отобрали мяч у защитника. И все супер. Ну супер, супер. Здесь вот отобрали. И пробили. 1-0. Я забиваю свой первый гол на чемпионате мира. Еще и с капитанской повязкой. Очень здесь хорошо прям прошелся и пробиваю. И все. 1-0. Очень важная на самом деле победа. Чтобы с нее вот именно так стартовать. И все. Систок арбитра. Минимальная победа сборной России над Португалией. Вот. Настоящий капитан. Забил гол. Принес 3 очка. Вот. И Ринату Санчеш. Капитан Лиля. Между прочим. Ну и все. Отлично стартовали. Причем португальцы это главный. Я так понимаю, наши конкуренты будут сейчас за выход в плей-офф. Ну. Это было очень важно. 7-5 оценку мы получаем. Корея проиграла Колумбии с отсчетом 1-0. Ну и теперь. Мы с колумбийцами на первой строчке. Делим ее. Ну. Теперь уже я так понимаю. Если мы обыграем Колумбию. То уже точно шансы есть только вот у нас на выход в плей-офф. Ну а если сейчас еще и Корею. То это будет вообще замечательно. Так. 56-й матч мы отыграли за сборную России. 15-й гол мы уже забили. Замечательно. Так. Нам приходит сообщение. Мы снова сегодня в старте. Сейчас у нас игра как раз против Колумбии. То есть самые серьезные наши соперники. Мы сейчас, обыграв португальцев, замечательную победу себе добыли. Важные 3 очка. Сейчас если обыграем колумбийцев, то мы точно выходим в плей-офф. Ну а если Корею, то точно выйдем с первой строчки. По факту. Так. Глянем на состав колумбийцев. Мы против них вроде играли. Здесь Дэвинсон Санчеса. Из таких прям звезд в старте больше никого таких нет. А все. Радамель Фалькау на скамейке запасных. Ну у меня здесь какой-то Риес Го. 86-й рейтинг. Ну и Давида Спина я вижу на скамейке. Таких больше прям нет. Нету что-то Хаммеса Родригеса почему-то. Ладно. Колумбия против России. Поехали. Колумбия против России. Мы сейчас в Голландии. Стадион Фейнорда. The Clip. Теперь без офсайдна. Супер. Отдаем передачу. Удар. Это гол. 20-й номер. Кто это? Это Бакаев что ли? Или кто сейчас? Да. Зелимхан Бакаев забивает. 1-0. Моя голевая передача еще и выводит нас в матче с прямыми конкурентами. Ну теперь так получается. Потому что там мне кажется португальцы точно обыграют Каею. Супер. И прострельчик. Ну забивайте это гол. Зелимхан Бакаев. А, Шапи. Извиняюсь. Шапи забивает. Но не факт, что это моя голевая сейчас запишется. Потому что голкиперы как-то сам в этот момент мяч рукой продвинул на Шапи. И все. Заканчивается матч. Со счетом 2-0. Мы обыграем сборную Колумбии. Сейчас глянем. Ну на Бакаева мы уж точно голевую отдали. А вот на Шапи вроде как вряд ли. На Бакаева отдали. А вот на Шапи прострел мы не засчитали голевым. Португалия разгромила 4-2 Корею. Но все равно корейцы, вы посмотрите, два мяча все-таки забили португальцам. Ну и сейчас у нас такой расклад. Мы выходим, хотя нет, мы еще даже точно не выходим в плей-офф. Вроде как нас могут обогнать. По личным встречам я не знаю, будет ли это смотреть или нет. Но раз мы не праздновали, значит еще ничего не ясно. Нужно не проиграть Корее. И тогда мы выйдем в плей-офф. Так, у меня 5-я голевая передача за сборную России. Замечательно. Так, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. Кто бы сомневался. Играем против сборной Кореи. Сон Хин Мин капитан. 79-й рейтинг у него. А у нас вот такая вот расстановка. Сегодня даже Сафонов на поле у нас. Ну, мы должны. Мы должны обыгрывать такую сборную. Россия против Кореи. Поехали. Итак. Сборная России против сборной Кореи. Интересно нас ожидает сегодня матч для сборной России. Но по факту-то все равно. Ой-ой-ой-ой-ой. Что мы накрутили-то изобилие. Шестая минута. И все, ребят. Замечательно. Так еще отпраздновали мы уж точно этот выход в плей-офф. Потому что наша задача была не проиграть Корею. А в любом случае мы бы выходили. Потому что сейчас там матч у Португалии с Колумбией. За выход в плей-офф. Если одна из них выиграет. Либо сыграет они обе в мячу. Нам без разницы. Потому что мы уже точно в плей-офф. Но почему-то вот именно не празднули. Вот это вот странно было. Но не суть. Здесь замечательный мяч у меня отрикошетил. Я на отскоку всяких мяч подобрал. И с левой ноги вколотил мяч. Мой второй гол на чемпионате мира. Отлично. Шестая минута. И удар еще из... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой голешник. Я думал сейчас не пройдет. Двадцатая минута. Дубль мы забиваем. Так. Ну и вбрасывание сразу же. Симпатичное. Вот-вот-вот. Да уже поздно. Хотя вот он мой шанс на хэп-трик. И мы забиваем хэп-трик за сборную России впервые. И еще и на чемпионате мира впервые тоже забиваем хэп-трик. Все. Замечательный мой дебют. Замечательный. Здесь у нас Чучалов. Отличный. И что? Покер. Покер за сборную России. Восемь с первой минутой. Мы громим просто сейчас Корею. 4-0. 4 безответных мяча я забиваю впервые в своей карьере. Вроде как покер я вообще не забивал. Только два хэп-трика было. Один за Хи... А нет. За Локомотив. Мы забивали Ротору. И второй. Это за Ювентус. Против Барселоны в Лиге Чемпионов. А так. Отличный старт у нас действительно седьмого сезона. Покер на чемпионате мира. Такое я в последнее время не вспомню. Кто вообще забивал с 4 мяча. И все. Праздную я сейчас. А это означает только одно. Это наш выход в плей-офф чемпионата мира. С первой, естественно, строчки. Потому что там уже без разницы было. Кто да как. Главное, что мы не проиграли Корее. Забили еще и покер. И знаменательный день для сборной России. Мы выходим в плей-офф чемпионата мира. Еще и все три матча мы провели по 90 минут. Без замен. С капитанской повязкой. Все супер. 4 удара. Причем еще и в створ. И 4 гола. Моих 8-5. У меня оценка. Замечательно. Так. А там Колумбия, кстати, проходит в плей-офф. Португальцы вылетают. И вот такие у нас дела. 7 мячей мы забили. 0 пропустили. Супер. Глянем давайте по нашим возможным соперникам. Мы будем играть против вторых строчек. Испанцы. Замечательно. Мне бы против Парагвая бы сыграть. Сейчас будет вообще обидно, если Колумбия попадется на легче соперника, чем нам. Польша. Интересный вариант. США тоже. Немцы. Мали. Почему бы и нет. Нигерия. Словения. Ну, мне бы любую команду, кроме Испании, Польши, США, Германии. Вот все. Но все это мы узнаем чуть попозже. Мой 19-й гол за сборную России. 58-й матч в карьере за сборную. Так, нам приходит сообщение. Мы в старте. И мы играем против испанцев. Кто бы сомневался, что нам попадется именно эта сборная. Замечательная жеребьевка, я вам хочу сказать, ребят. Так. Ну и посмотрим. Мне интересно просто плей-офф посмотреть. Где? Где Колумбия? Естественно, колумбийцам попадается Парагвай. Ну, кто бы сомневался. Италия, Словения, Мексика, США. Это очень жесткий матч. Уругвай, Мали, Англия, Нигерия, Бельгия, Польша и Франция, Германия. Вот это будет просто жесть. Но зато дальше у нас либо итальянцы, либо славянцы могут попасться. Но надо нам сначала пройти. Что там по голам? Там я лидирую, у меня 5 забитых мячей. И там внизу вот Марсиаль. 4 у него мяча. Ну, а по голевым там вряд ли у меня что, одна голевая всего лишь. Я на 16-й строчке. Ну что же, сейчас у нас игра против сборной Испании. Посмотрим на наш состав. Сафонов снова на воротах. Что по составу у испанцев? Паул Лопес, Ани Дехея, например. Защита вообще этих игроков, не знаю. Кроме Эрика Гарсии. И Сауль, Микель Артета вроде ли, хотя нет. Какой другой? Микель стоит. Родри, Брайан Джилл, Ферон Торрес. Все, здесь прям какие-то молодняк прям реально, который сейчас вот за молодежную, наверное, сборную Испании выступает. Но ничего, постараемся победить. Россия и Испания, 1-8 чемпионата мира. 2026 года, 8 лет назад, состоялся такой же матч 1-8. Итак, мы на Камп Ноу еще играем. Вообще замечательно для испанцев. Невероятно будет сейчас здесь проиграть. Поддержка для сборной Испании невероятная, но мы постараемся выиграть. Ой-ой-ой. Вот штрафной, это еще и желтую можно давать. Что арбитр сделает желтую, да. Получает третий номер. Это как раз Эрик Гарсия. А, или Грация. Вообще непонятно. Нет, вроде это Гарсия, да. Эрик Гарсия, а не Грация. Так. И забивает Марио Фернандеш головой, прям как против Хорвата в 2018-м. Ну, замечательно, на 11-й минуте мы уже выходим вперед. Ой-ой-ой, как в подкате-то сейчас выбили. И удар, и это гол в самую девятку. Забиваю я испанцев, и все. Мы выходим в четвертьфинал чемпионата мира. Вы просто посмотрите, как шикарно здесь все мы отыграли. Здесь в подкате он выбивает на нас Жирков. Голевой отдает с левой ноги в самую девятку. И пропускает Паул Лопес. Чалов выходит вместо Юрия Жиркова. Верховое единоборство, но... И мы забиваем дубль. И снова на последних минутах. Просто замечательно, а. 3-0. Сборная России выносит испанцев. Мы забиваем дубль. И, итогу, у нас сейчас 7 забитых мячей на чемпионате мира. И я надеюсь, если мы выиграем этот турнир... Да даже если не выиграем, просто хотя бы получим золотую бутсу. Было бы просто замечательно. Все. Наш проход в четвертьфинал. Там нас ждет либо Италия, либо Словения. Но итальянцы нас вроде как и выбили. А с чемпионата Европы там 1-0 нам забили на... В дополнительное вроде время. Нас заменили просто в том матче. Вот. Ну а так. Все супер. Жирков и Чалов дали на меня полголевой. Итак, мы будем играть, скорее всего, против Италии. Мексика даже в дополнительное время обыграла США. Вот. Мали в дополнительное время обыграли Уругвай. Англия с Нигерией. Здесь неплохо так поиграли. Минимально, правда, 1-0. Парагвай выбили Колумбию. Польша выбила Бельгию. И немцы прям так разошлись по французам 4-1. Мы сыграем с Италией. Мексика будет играть против Мали. Англия сыграет с Парагваем. Ну а Польша сыграет против Германии. Забили мы аж 21-й гол за сборную России. Замечательно. Ну а сейчас у нас игра с итальянцами в четвертьфинале Чемпионата Мира. Давайте глянем по тому, как там у нас обстоят дела с бомбардирской гонкой. Тоже интересно. Ну, тут еще и какой-то Туре из сборной Мали. 6 мячей забил. На один гол у нас все так же не достается. Вот. Один гол у нас лидерство. Ну что же, против Италии мы снова играем. Состав на ваших экранах. Надеюсь, у нас получится. Максименко даже вышел на этот матч. Так что Италия-Россия. Поехали. Так, и стадио Монументал де Коло-Коло. Мы что, в Чили сейчас с вами? Будем атаковать в сторону итальянцев. На их трибуны. Это будет замечательно отпраздновать еще. Потому что мы два сезона. Ну нет, нет, нет. Ну серьезно. Это первый гол, который мы пропустили сразу же на первых минутах. Ну тут тупо. Костро Вилли какой-то нам забивает на пятой минуте. Надо обязательно сейчас забивать. Супер. Ну и все, ребят. Мы вылетаем с чемпионата мира в четвертьфинале и снова от итальянцев. Я просто не понимаю. Единственный гол, который мы пропустили на турнире, стал для нас вот роковым. Это просто действительно очень обидно. Один у них удар дым в створ даже. Это просто обидно. Дальше выходит Мексика, Англия, Польша. Вы просто посмотрите, какие соперники нам дальше могли попасться. Мы бы сейчас против мексиканцев играли. Ну а в финале у нас сейчас там какая-нибудь была... Ну либо Англия, либо Польша бы ждала. Ну просто обидно. Итак, закончился у нас чемпионат мира. Победителем стало... Я вообще не поймал, кто здесь. Вообще непонятно. Либо... Ну я так понимаю... Италия прошла. И скорее всего Италия победила, потому что у нее циферки. Хотя вообще непонятно, как здесь. Мы видим, что Польша там проходила дальше. И видите, у нее черные цифры. А слева зелененькие такие. Мне кажется, значит, итальянцы победили в чемпионате мира. Вот Польша заняла вторую строчку. Там Мексика вылетела в матче за четвертое место. По рейтингу голов я зато получаю золотую бутсу. Я очень этому рад. Вот у меня 7 забитых мячей. По голевым передачам лучшим стал Зелинский из Польши. Ну и индивидуальные титулы. Романьоли лучший игрок турнира. У меня золотая бутса чемпионата мира 26-го года. Зелинский. Ну раз Манчини стал тренером лучшим, значит все-таки итальянцы победили. И сборная турнира у нас выглядит вот так вот. Я единственный российский футболист на чемпионате мира. Вот попал топ-11 игроков чемпионата мира 2026-го года. Приходит нам сообщение. Я прокачал левого защитника. Ну а мы продолжаем дальше тренироваться. Теперь у нас остается правый защитник, центральный. И воротарь было бы вообще просто шикарно. Но мы переводим время дальше. Так, приходит сообщение. Мы сегодня в старте. Это претензионный турнир. Я его отыгрывать естественно не буду. Вообще не вижу смысла. 1-0 мы обыграли. И что у нас там? Я еще и забил гол. Ну отлично. Один матч, один гол. Так, снова мы в старте. У нас теперь игра против нашей бывшей команды. Против Ювентуса. Мы сыграли в мячу 1-1. И я забил опять гол. Значит я забил своей бывшей команде. Вот такие вот у нас дела. И последняя игра у нас. Матч против Фенербахче. Пропускаем. И победили мы с счетом 1-0. И выиграли International Champions Cup сезона 20... 27-го года. Не, 26-го. 26-27. Ну просто 2026 года. Претензионный турнир. И гол мы в этот раз не забили. К сожалению. Но все у нас. Вот такие вот дела. Сейчас у нас еще и матч за Суперкубок Франции. Матч ПСЖ против Монако. Так, что-то я зачем-то зашел в мои данные. Ну там естественно мы в старте. Да, сейчас Донорума. Джан Луиджи Донорума. Переходит к нам. Фабиньо. Кулусевский, извиняюсь. И мы в старте. Дайте-ка мне посмотреть план игры теперь. Облак 88. Пум-пу-рум-пум-пум. Я так быстренько подставлю сейчас гляну. И вот они наши новые трансферы. Что их еще не вставили? Вот Донорума 86-й. 27 лет ему сколько облаку. В 33. Фабиньо 33-х летний. Я вообще не знаю зачем его купили. И Кулусевский тоже из Ювентуса перешел. Хотя не факт. Ну все равно. Но это замена на Неймара. Он здесь 80-й. Ну и так же замена вот Даджаку, Оджу, Бейлу, Демарии, Сарабии. Потому что они тоже прям уже не потянут. Вот. Но у нас сейчас игра против Монако. Итак, посмотрим на состав Монако на сегодняшний матч. Видите на своих экранах. До сих пор играет Головин. Уже какой? Седьмой год. Нашей карьеры. И он еще на два года вроде как раньше же перешел. Вот. Поэтому вот такой вот состав. Обидно, что Головин даже не качается все дальше с 81-м рейтингом. Но у нас сегодня, кстати, дебютирует Донарума на воротах. Интересное тоже решение. И Кулусевский будет тоже играть. Поехали. Итак, суперкубок Франции. В прошлом году мы его жестко проводили. Потому что у нас на воротах был Булька. И со счетом 3-0 мы вылетели от Ниццы. Ну, сейчас мы играем против Монако. Они стали, получается, обладателями Кубка Франции. Ну и посмотрим, как сложится у нас в этом году карьера за ПСЖ. Надеюсь, не только одним чемпионатом мы обойдемся. Так, пошел заброс на Неймара. Ну, 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 хоть что-нибудь бы показали. И Криштиану Роналду забивает на последних минутах. Что творит Португалец? Все, все теперь побежали к болельщикам. Замечательно. На последней минуте пассажир вырывает победу в матче против Монако. В матче за суперкубок. И все. Наш очередной, я так понимаю, трофей. Роналду на 90 плюс 3 забивает. И все. Суперкубок Франции наш. Очередной у нас трофей в карьере. Очередной за ПСЖ. Вот. У нас только вот чемпионат Франции. Ну, вот заслуженно выиграли еще и суперкубок. Владели мы полностью инициативой весь матч. Но вот забить получилось только в концовке. Ну и по делу мы выигрываем. Сейчас, кому интересно, мы это, естественно, посмотрим. Награждение. Вот. Трофей ДС Чемпионс. Трофей Чемпионов. Можно так, наверное, перевести. Ну, это действительно. Мы, настоящие чемпионы Франции. Выиграли еще и суперкубок. И что-то нам суперкубок-то этот вообще не показали. Наверное, нет лицензии на него. Ну, вот такая вот интересная зато фотография. Ну, и все. Вроде как после вот этих аплодисментов болельщикам. Да. Никакого нам трофея, так сказать, не показали. Ну, ничего. Лучшим мудриком стал Криштиан. Он вышел на замену и забил. 7-0 у него оценка. Так, нам приходится общение. И мы вызваны в сборную России. Ну, это понятно было. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Ниццы. Старт чемпионата Франции. Посмотрим, что у них там по составу. Сиприена знаю. Аталия. Ну, и все. Там Манданда на скамейке запасных. Бенито зазнаю. Аталия, общественных. Первый раз практически вижу. У нас вот такой интересный состав. Неймар слева, Бейл справа. Интересно тоже будет на это посмотреть. Сколько там уже Бейлу лет? 37. Неймару 34. Криштиану. 41 год Криштиан Роналду. 41. И он продолжает до сих пор играть. Пассажир против Ниццы. Поехали. Итак, мы на нашем домашнем стадионе. Болельщики пришли нас теперь поддержать в старте нового сезона в чемпионате Франции. И также аплодисментами наградить нас за выигранный трофей Суперкубок Франции. Так, Бейл. Неплохо, а? Ну, что творим? Что творим на первых минутах? Уже пятая минута. И мы забиваем первый наш гол в чемпионате Франции в этом сезоне. Замечательно. Быстро увидел нас Бейл. Отдал у нас передачу. Вот это вот отличное забегание. Хорошо еще и на скорости протащил этот мяч. И все. В дальний угол. 1-0. Первый гол в этом сезоне. Супер. На Бейла какую отдали? Эту же голевая передача. 63-я минута. Мы с Бейлом прям сравнялись. Это матч и гол плюс пас. Отдали друг на друга. Ну, супер. И все. Заканчивается у нас матч. Победа со счетом 2-0. Гол плюс пас. Зарабатываю как я, так и Гаррет Белла за первый матч в чемпионате. Вот. Замечательная, мне кажется, статистика. Итак. Это уже наш третий гол за сезон. И одна. Пока что у нас голевая передача за этот сезон. 127 мячей мы забили за всю карьеру. 73 голевые отдали. Ну, и, кстати, я так понимаю, мы правого защитника все прокачали. Потому что у нас зелененькое горит. Так что будем сейчас центрального защитника, центробека качать. Ну, и объявление лучшего футболиста Европы. Давайте посмотрим. Мне интересно. Ну, и, естественно, я. Андрей Хориф удостоен награды лучший футболист Европы. Замечательное начало сезона. Я не понимаю, это же за прошлый сезон дают, либо за календарный год. Не знаю, как здесь они все это отсматривают. Но мы выигрываем очередную нашу награду. Вот правого защитника мы прокачали. Поэтому переходим в тренировку. И качаем теперь уже центрального защитника. 28 дней на прокачку уйдет. Также там стала известная жеребьевка прошла. Стали известные группы в Лиге чемпионов. Давайте глянем. Пассажир Тоттенхэм Риал Соседат Юнг Бойс. Ну, кстати, смотрите. Против Юнг Бойса мы, не помню, играли или нет. В Швейцарию мы поедем. В Испании мы играли. И как раз против Тоттенхэма вот это мы точно играли. В квалификации к Лиге чемпионов. Против, ну, точнее, за Локомотив против Тоттенхэма. Так что это интересно будет посмотреть. Бенфика, Атлетика, Айнтрахт и Олимпиакос. Юви, Челси, Порто и Брондби. Шахтер, Бавария, Фнербайджи, Селтик. Сити, Риал, Марсель, Паок. ССК, Интер, Арминия, Андерлехт. Аякс, Наполи, Спортинг, Динамо, Загреб. Барселона, Ливерпуль, Монако, Базель. Ну, и вот тут вот мы. Ну, и давайте по клубам, в которые мы играли. Глянем, может, здесь кто-нибудь еще появился. Здесь Краснодар, вот мы видим. Зенит, Атлетик, Клуб Бельбао, Трабженспор и Роскаунти в Лиге Европы будут играть. Так, ну, а там дальше вроде как все, потому что Юй... Ну, вот Локомотив еще с Арсеналом, кстати, встретится. Антверт и АЭП. Ну, и все на этом. Интересные, конечно, группы получились у нас тоже. Итак, мы сегодня в старте, у нас сразу такое дерби во Франции. Леон против ПСЖ, хотя Леон против Марселя было бы намного, мне кажется, динамичнее смотрелось бы, но нет. Леон против ПСЖ, сейчас мы на первой строчке. Леон тоже победили в первом туре со счетом 2-0 тоже, потому что мы делим с ними четвертую строчку. Поэтому посмотрим, как мы против них отыграем. Мемфис Депай у них до сих пор, Дембеле до сих пор у них, у них Бретран Трауре, Корне. Гарнер, Тиаго Мендеш, Авапорки, Денайер, ну и все. Антони Лопеш, 77-й. На чемпионате мира мы против него играли. Вот так, остальных игроков я уже здесь знаю. Рене Аделаэд тоже, который вообще даже не попадает в состав сейчас. Но посмотрим, как мы отыграем. Леон против ПСЖ, поехали. Итак, ПСЖ, точнее Леон против ПСЖ сегодня у нас. Второй тур чемпионата Франции. Поехали. Крещану. Ну вот, суперски же. А, и это гол. Два тура подряд мы забиваем. 27-я минута. И это 1-0. На выезде забиваем против Леона. Чтобы больше в подкатах не играл. И получает он желтую карточку. Заслуженно, как по мне. И забивает еще и Камовинга, да? Кто-то там с чьей голевой, кто там штрафной этот подавал. Там Эдисон. Ну, отлично здесь на ближней штанге отыграл. Ну, еще и мы забиваем этот дубль. Еще в первом тайме успеваем сделать. Все. У нас счет уже 3-0 к перерыву. Мой дубль точно принесет нам победу. Победа 3-0. Мой дубль приносит победу. Интересный, конечно, был матч. Почти получилось забить мне хитрик. Но нет. Ни одного удара даже не нанес Леон. 7-5 у меня оценка. Забил я уже 5-й гол в сезоне. 129-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас последний день трансеров. Нам вообще никакие предложения не приходили. Вот. Но сейчас у нас товарищеский матч за сборную России, который мы с большим удовольствием пропустим с вами. Вот. Потому что я не вижу в этом никакого смысла. 4-2. Мы победили сборную Англии. Я не знаю, забил я здесь или нет. 24 гола у меня. 5 голевых. Но мы запомнили. 24 гола. 5 голевых. Там дальше у нас еще матч с Аргентиной будет. Мы опять в старте. Ну. И посмотрим. 0-0. Закончился матч. Мы уже провели 62-ю игру в футболке сборной России. Ну что ж, сейчас у нас старт вообще Лиги Чемпионов. Young Boys против PSG. Выездная игра. Напомню, что в прошлом сезоне мы вылетели в 1-8 вроде. Вот Manchester United для того, что мы не смогли провести ответную игру из-за моей травмы. Ну что ж, вот такой вот состав у Young Boys. Гайлея вот знаю. Вот. Такого интересного игрока. Все, остальных вообще-то не знаю. Ну, у нас даже даджаку какой-то. Справа будет играть все нападение. Посмотрим. Young Boys против PSG. Первый тур Лиги Чемпионов. Поехали. Итак, Young Boys против PSG. Я реально сейчас не вспомню, играли ли мы в карьере за игрока против Young Boys. Почему-то прям на памятник и не приходит. Вообще, играли ли мы в Швейцарии. Поэтому мы посмотрим, как мы сегодня отыграем первый тур Лиги Чемпионов. И мы пропускаем. Первая же атака, первый же удар от Young Boys. Это 1-0. Серджио Оливера забивает. Вроде как и спорту этот футболист. Минимальное поражение на чужом поле от Young Boys. 1-0 мы проигрываем. Замечательно. Тоттенхэм обыгрывает Риал Соседат. Но мы на третьей строчке сейчас. Итак, сейчас у нас матч против Лили. Они тоже выиграли своих первых 2 матча. Посмотрим, как получится против них нам отыграть. Интересный у них состав. У них Лунин, кстати, на воротах. Данте в защите. Из таких известных какой-то Ботман. 85-й рейтинг. Вот Ринату Санчеш. 79-й капитан Лили. Джонатан Давид. Тимоти ВА. Который раньше за PSG выступал. Но, я так понимаю, перешел в клуб пониже классом. Но посмотрим. PSG против Лили. Поехали. Итак, мы в центре поля. Разводим мяч. И начинаем третий тур чемпионата Франции. Поехали. И мы забиваем. Третий тур подряд я уже забиваю. И сейчас на моем счету, я так понимаю, четвертый уже гол. Ну, супер. Сразу же выходим. И все, заканчивается у нас матч. Со счетом 1-0. Благодаря моему единственному забитому мячу мы побеждаем. Итак, мы единственная пока что команда в чемпионате Франции, который выигрывает три матча подряд. И у нас сейчас 6 забитых мячей за три тура. Вообще, замечательно. 6 голов мы уже забили в этом сезоне. 130-й гол в карьере. Все замечательно. Так, и мы получаем травму, кстати. Вот. Воспаление мышц у меня. Потому что в матче мы там как-то получили повреждение. Даже за кромку поля ушли. Так, а нам приходит сообщение. Мы сегодня... Бригада медиков нам не разрешает проводить матч. Поэтому мы симулируем. И ПСЖ со счетом 4-0 выиграл Астрасбург. Отлично. У нас 4 победы из 4-х пока что. Но мы продолжаем вылечивать свою травму. Так, приходит очередное сообщение. Мы сегодня снова не в старте. Сейчас игра против Диджона. Вот они идут где-то там ниже 10-й строчки. Все равно победа 2-0. И отлично. Ни одного мяча мы пока что не пропускаем. 5 побед. 12 забитых мячей за 5 туров. Замечательно. Ну и сейчас как раз врачи нам говорят дают добро. Вот. И сегодня мы с вами закончим этот матч. Точнее этот выпуск матчем против Тоттенхэма. Домашним ПСЖ против Тоттенхэма. Что у меня там по стамине. Вообще полное. Замечательно. Так вот выглядит состав у Тоттенхэма. До сих пор их тренирует в Жоземе Уиньо. ПСЖ против Тоттенхэма. Мы готовы. Поехали. И так второй тур у нас Лиги Чемпионов. Матч против Тоттенхэма. С ними мы играли на даже этом турнире как Лига Чемпионов. Правда в раунде квалификации. Раунд плей-офф там как-то так он назывался. И еще даже за российский клуб. Вот. В составе Локомотива. Когда мы в первый же сезон заняли вторую строчку. И благодаря этому мы там попали в эту квалификацию. Но к сожалению ее мы не прошли. Потому что в Англии на последних минутах там Дэвинсен Санчес уже даже в добавленное время на 100 какой-то там минуте забил нам. И со счетом 1-0 Локомотив вылетел из Лиги Чемпионов так сказать в групповую стадию Лиги Европы. Где мы отлично отыграли матчи. Как по мне. Забили даже на групповой стадии. Я это помню. И прошли в 1-16 Лиги Европы со второго места. Вот. Там уже попались на Сибирию. Которую уже мы и проиграли. Тоже минимально. Вот. Так. Неплохо. Отдаем передачу. Замечательно как. Все супер. И мы забиваем. Мы забиваем 56 минута. И забиваем ворота Тоттенхема. Вот так вот. Напомню я им, за того как они выбили мой Локомотив. Вот этим замечательным голом. Вы посмотрите. Здесь отдали передачу. Все на него стянулись. А здесь ушел Дэвид Санчес как раз. И все. Заканчивается матч. Мы здесь прям корчимся от боли. Но. Гол. Единственное мы в этом матче не забили. Так что 3 очка в виде чемпионов мы приносим для ПСЖ. 7.5 у меня оценка. Но не дай бог мне сейчас травму поставят. Это будет просто обидно. А Реал Соседат я так понимаю обыграл Юнг Бойс. Поэтому после первого тура у нас вот такие вот дела. По одной победе у каждой команды. И по одному поражению. 7.5 у меня за сезон. 131 гол в карьере. Так. Ну и сообщения. Так что ничего серьезного у нас не было. Поэтому следующую игру мы проводим с вами в старте. На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний выпуск. Спасибо всем большое друзья за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать нашу новую видеоролику и стримы. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч. Друзья всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok